ну что ж ребят всем привет это новый видос на канале биви со вот биви со вот как всегда естественно я как я говорю в том видосе ребят перед началом контента который сегодня у нас будет мы зачитаем несколько комментариев и они сейчас вот здесь где-то вылезут в этом видосе чтобы так сказать подписчики были рады беру комментарии самого последнего видоса который у меня выходил где мотор на рекса собирал какие-нибудь первые попавшиеся комментарии сейчас выберу которые мне понравились наверное три или четыре комментария сейчас будет ну давайте вот первый попавшийся комментарий и веса вот топ контент-мейкер пожалуй откажусь так давайте еще почитаем что тут у нас есть rocks валит самый такой интересный комментарии наверное которые есть в последнем видосе да пожалуйста бы соглашусь rocks уже не собран еще не собран но уже валит я согласен если ты это имел ввиду ну и давайте еще какой последний комментарий прочитаем вот Матерный комментарий я бы не против был прочитать Надеюсь оператор не будет злиться Пиздатый контент, пиздатая картинка Давно таких годных видосов не смотрел Продолжай в том же духе, бро Ну что ж, как скажешь Буду продолжать в том же духе Сейчас мы переходим к самому знаменитому Великому контенту в этом мире По названию, конечно же, вы уже догадались Ну как же вы могли не догадаться В общем, сегодня у нас Сузуки Лэдс 2, вторая серия Да, наконец-то у нас дошли руки Наконец-то Егор докупил все запчасти, которые нужны были для сборки мотора И сейчас, прямо сейчас мы переходим к сборке Ну давайте посмотрим, что у нас на столе здесь есть Так сказать, немного припомним вам В этом гараже последний раз Сузуки светилась Когда еще я первоначальные свои видосы начинал снимать Ссылочку оставлю тоже в описании на этот видос Если хотите, зайдите, посмотрите Ладно, давайте опять же перейдем на стол Кратко покажем, что у нас тут имеется Это, во-первых, карбюратор Егор вот такой взял блатной 21-й, да? Да, 21-й, там же клевчики есть у нас Вот набор же клевчиков тоже у нас имеется Как у меня, кстати, вот я вам тоже показывал там у себя Ну вот он, картер уже лежит Сейчас мы будем коленвал вставлять Все собирать, все делать Веточка Киоши Перформанс По сути, это ответочка, насколько я знаю Как там она, скажи? На раку Да, то же самое, что и на раку Проверенная, доказанная И все такое Труба Пиарель Вы тоже уже ее могли видеть У меня на Биесе, кстати, такая же стояла По идее, эта копия типа С-16 идет Вот Называется она Пиарель С-11 Я правильно сказал? Ну, Левика Горби решил взять, так сказать, не мелочиться Да, взял вот такой Тоже мы его уже показывали Здесь сцепление Скорее всего, она стоковая, насколько я знаю Но она нормально будет ездить, ребят Так что не выебывайтесь, пожалуйста Пружиночка красненькая у нас будет стоять Также у нас здесь генератор Все, колодочки от задней Скутер М Давайте скажите, говно Но на самом деле, сам на Биес такие ставил Нормально все тормозило, ничего не скрипело Вариатор у нас здесь появился Не помню, показывали мы его в той серии или нет Вариатор Коса Коса, честно признаюсь, не знаю, оригинал или нет Но, так сказать, даже если не оригинал То проверим, узнаем вообще, как едет, как живет И, так сказать, тоже мы и вы будем знать Вообще, стоит его покупать или нет Тут у нас еще имеется Да, впрочем, вот домик, да, еще вот есть Домик лежит здесь Впрочем-то вроде ничего, больше и нету здесь Разве что поршню еще не показал Но это вы сейчас все увидите Сейчас, наверное, я немного отключусь Сейчас будет Егор в кадре немного мелькать Немного я Ладно, давайте много слов уже Начнем к сборке Перейдем к мопеда Ну, вы меня поняли, да? Перейдем к сборке мопеда Ну, не мопеда, а двигателя, короче Все, мы начинаем сборку мотора Берем картер Подшипники У нас здесь NSK и SKF На левую половинку пойдет SKS-овский подшипник 60.06 Вот сюда он идет Сейчас будем греть картер и вставлять подшипник Потом подшипник NSK вставим в правую половинку картера Вот сюда Ну что ж, начнем ломать Подшипники установлены Сейчас будем устанавливать коленвал Все, гаечки открутили Сначала вставляем в большую половинку Чтобы было проще вставить потом маленькую Ну, для простоты Все Получается левой цапфой Это сторона вариатора Мы вставляем в левую половинку Ну, а дальше ничего особенного Все как обычно На всех моторах так Народ, снова в кадре я появился Да, надеюсь вы рады Или может вам Егор больше нравится Короче, все Вот уже Споловинили мотор Отбалансировали коленвал Все шикарно крутится Все вращается Вот видите, все четенько Сейчас переходим к сборке Так сказать, основных деталей То есть впуск Генератор Трансмиссия Колодки И, наверное, колесо заднее накинем Оно уже тоже шикарненько выглядит Сейчас вы дальше его увидите Ну, а пока что Давайте перейдем Опять же к сборке Продолжим Точнее сборку мотора Кстати, там сейчас еще Кое-что вам интересное Самодельное покажем В общем, наблюдайте И сейчас все увидите Сейчас Егор будет собирать Ну, а я буду Снимать Все, дальше идут сальники Перед установкой Мы его обязательно смазываем Так, напоминаем Что порчня у нас от Энна Спорт Да, Энна Спорт у тебя стоит Вот, цилиндр Она бушная На ней уже Егор отъездил Один сезон Но она еще Достаточно живая На ней еще сезонов 5 Наверное, можно откататься Потому что Ему досталась от Энна 2010-х годов Как ни странно Определили мы это Наугад Вот взял он сепаратор По линии Вот, на коленвал Вообще Как мне подписчики советовали Как мне многие сказали Из предыдущего видоса Ты урод Зачем ты взял Молоси Когда надо брать по линии Потому что молоси Расыпется Блять, я знаю, что молоси Сыпется Но у меня все лето На Бивисе стоял молоси И он не сыпался Ну, все равно я попозже Если что-то куплю по линии Как рассыпется молоси Ну, в общем, что говорю Здесь Егор додумался Умный Взял по линии Даже откладываем его сюда Также Егор взял свечечку Так, ну, головка Обычная головка Тоже алюминиевая Вы уже видели Также Егор здесь взял Новый порчень Давайте его распакуем В принципе, порчень Похож на МК-2 Тоже одно кольцо Здесь на нем Вот У тебя же диаметр 47, да? 47 47 диаметр У этой порчневой У этой ЦПГ-шечки Так, ну, здесь у нас Палец десятый Два стопорных колечка Кстати, они там с ушками То есть, их легко Достать можно Легко вставить И сам порчень Порчень здесь идет Смотрите, прям Вот такой плоский Как мне странно То есть, он вообще прям Даже никакой горочки На нем нету Удивительно, да, ребят? Что здесь так сделано Ну, вот Вот такой порчень На самом деле Намного меньше, чем на Ямахе И ниже Ну, прикольно Больше здесь ничего нет Разве что какая-то инструкция Так, все Еще здесь у нас Здесь прокладка Вот это Не знаю Будет, не будет У нас стоять Не будет, да Настоять Ну, прокладка Хотите купить Можете, кто хочет И Вот это То, что Повеневая старая Прокладка Из-под поршни Ну, и вот Собственно Егор здесь взял Уже новые прокладки Правда, молось Да, на молось И на их можно Брать И они нормально Подходят В принципе Ну, что Сейчас переходим К сборке поршни В принципе Здесь тоже Наверное Опять ничего Интересного Нет Все уже знают Десять раз Собирать на двухтактнике Вплоднакидовый впускной коллектор Вот лепестковый клапан Топ-перформанс В Форс 3 8 лепестков Как вы видите Да, его мы уже показывали Самодельный впускной коллектор За основу Был взят Старое основание Получается С этого С родного Выточена Тулка Приварена Вот К этой всей площадке И Видите Она сделана Под углом Это Сделано Для того Чтобы Воздушный фильтр Не касался Амортизатора То есть Это примерно Вот так Все стоит Дело Все Прикручиваем Берем болтики И Все Затягиваем Вы конечно Не смотрите То что у меня Здесь без герметика Или без верхней прокладки Просто Сейчас Все Настраиваться Будет Весь этот угол И Намертво Садить Не вижу Смысла То есть Еще Разбираться Будет Да Все Это Будет Корректироваться Так Что Не Надо Разъяренные Комментарии Писать То Что Вот Ты Без герметика Собрал Все Дела Нет Все Под контролем Сейчас Мы Расскажем Про Заглушку Маслонасоса Это Вот Летсоводы Меня Поймут Это Такая Штука Которая Там Вставляется Привод Маслонасоса И Сам Маслонасос Собственно Где мы Сейчас Ее найдем Вот Она Вот Вот Эта Штука Называется Заглушка Маслонасоса Получается Вот Эта Вся Полость Если Ее Допустим Вы Убираете Этот Привод У вас Получается Много Свободного Пространства Давление В Кэшем Пропадает Вот Эта Штука Нужна Для Того Чтобы Повысить Давление Но Она Еще Не Доделанная У Нее Здесь Отверстие Для Крепления На Картере И Нет Специального Выреза Для Коленвала Так Что Мы Ее Ставить Пока Что Не Будем Но Примерно Она Вот Так Вот Вставляется И Прикручивается Здесь У меня Есть Уплотнительное Колечко Чтобы Не Просачивался Воздух Ну Как То Так Все Дальше Собираем Трансмиссию У нас Сначала Накидываем Вариатор Грузики Там Стоят По 5 Грамм 30 Грамм Суммаре Получается Ну В дальнейшем Это все Перекинется На Более Легкие Груза Если Потребуется От Арк Драйвери Получается Она У нас Сейчас Без Пружины Стоит Мы Это Все Дело Конечно Ж Исправим Тут У нас Умеется Красная Пружина Трак Драйвера Молоси Тут Даже У нас Есть Оригинальная Наклейка Молоси Можешь ее Разыграть? Можно Так Так Прямо Сейчас На Видосе Придумай Как ее Разыграть Случайный Комментарий Выбрать В следующем Видео Ребят Под этим Видосом Пишите Комментарии Мы Выберем Случайного Подписчика И разыграем Эту Наклейку По Какой Там Программе Генератор Этих Случайных Этих Не знаю Даже Как сказать В общем Пишите Комментарии И Оставайтесь С нами Сцепление Сцепление У меня Стоит Трехколодочное От Сузуки Сепи До этого У меня Ставило Двухколодочное Сцепление Но Им Уже Хана Была Все Вот так Это Дело Накидываем Пока Что Прикручиваем Не Притягиваем Все Накидываем На Картер Вот Что Мне Здесь Нравится Киоши Перформанс Алюминиевая Ответная Щека Кстати Я Ее Замерял На Весах По Сравнению Со Стоковой Ответкой Это На Два Так В Два Раза Легче Она 150 Грамм Весит Родная Стальная 300 Грамм Накидываем Ремень По Лине Предпоследнее Что нам Осталось Сделать Это Накинуть Карбюратор С фильтром Чтобы Посмотреть Как Она Все Будет Выглядеть Патрубок Не Смотрите То Что Он Такой Секой Это Пробный Вариант Все Примеряется Все Дорабатывается Все Вставляем И Вуаля Кстати Сейчас Кто Удивляется Почему Такой Угол Большой То Что У тебя Поплавки Зажмет И начнет Бинц Весь Течь Так Вот Народ Поплавки Регулируются И Мотор Стоит Под Таким Углом Покажи Сбоку Амортизатор У меня Длинный 320 Миллиметров Все Можно Накинуть Колесо И Посмотреть Как Это Приблизительно Все Сборит Выглядит Колесико Резина У меня Получается Continental Conti Twist Покупал Я За 3800 С Москвы Заказывал Резина Конечно Добротная У меня На слайдере Стоит Такая На Переди Ну И На Сзади Была Но Покрышка Стерлась Все Я ее Заменил Но Резина Отличная Держак Хороший Приблизительно Так Она И Будет Стоять Так Народ Ну Пожалуй На этом По большому Счету По большой Части Все Наверное Да Вы думали Что мы Сегодня Уже Полноценно Запустим Мотор Но Сами Понимаете Сами Видите Еще Много Чего Надо Доработать Самое Главное Что мы Уже Парышню Собрали Полностью Коленвал Вставили Это Самое Важное Это Уже Все На самом Деле Просто И Легко Вот Еще Рас Трубу Покажу Кстати Ее Сегодня Пока Накидывать Не Будем Но В Следующем Видосе Уже Я Вам Точно Обещаю Что Мы Заведем Его Мотор Вкатим В Раму И Возможно Уже Прокатимся Потому Что Насколько Я Предполагаю Следующий Видос По нему Будет Наверное Ближе Ну К весне Только Либо Уже Весной Вот По сути До весны У нас Что Осталось Три Недели Уже Субтитры Субтитры Субтитры